Субтитры делал DimaTorzok В полуфинале главного клубного турнира «Милан-2018» Но этот матч будет особым Дело в том, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов Это уже четвертый сезон подряд Когда не принимают участия в этом турнире Ни одна, ни другая миланская команда И безусловно для жителей столицы моды Которая хочет себе вернуть статус еще и главного футбольного города На карте Европы Это, конечно же, никуда не годится Самир Ханданович под первым номером в воротах «Интера» 33-й Данило Дамброзио 29-й Мауро Икарди Это состав команды «Лучано» с Палетти Все проверил, все готово, понеслась Очередной матч между «Интером» и «Миланом» Но такой важный и приходящий Бонавентура подает на линию вратарской Пара получиться Борхо Валера очень здорово держит мяч Отдает в Антонио Кандрэви Удар поворотом и перекладина спасает «Милан» Вот он первый момент в сегодняшнем матче Пошел не по флангу вперед, а сместился Нашел возможность пробить А то до него бы добрался Джан Луиджи Донарума В целом контролирующая ситуация В заключительном туре группового этапа Андре Силва А вот здесь уже без свиска не обойтись И более того, это может быть и будет Первая желтая карточка В сегодняшней встрече Миранда Сильно бьет по ногам Андре Силву Удар сзади по ногам Андре Силва В этот момент уже мяч успел отбросить Приближается к штрафной соперника Бонавентура Мяч под левой ногой Простреливает и снова угловой Здесь неплохо И удар поворотом Но было видно, что мяч не полетит Было с испанским нападающим И он этим воспользовался Антонио Кандрэва идет вперед по флангу И Торо Маньоли нарушит правила Еще одна желтая карточка Теперь у Милана есть Предупрежденный Пауло Тальявин Тот центральный защитник Борта Валера Подача о штрафную площадь Перешить Нужно подниматься Мауру Икарди Удар поворотом Это Жао Миранда На Мауру Икарди Ну а потом, смотрите В момент подачи Жао Болисты Миланы В частности, Рикардо Родригес Но Пауло Тальявинто посчитал, что умысла не было Продолжается атака Интера И еще одно нарушение, которое Ну, по своей сути, вполне может Спровоцировать Пауло Тальявинто На предъявлении третьей желтой карточки Все равно соперник Вне всяких сомнений Уже ушел И Весино Откровенно фалил Национальное состояние Большей части зрителей Заполнивших сегодня Да, разбегается Сусо И он бьет Поворотом попадает мяч У него маленького Юту Наготома У него Кандреева снова с мячом На правом фланге По штрафной Ваду касаний Это гол! 1-0! Линтер выходит вперед! Который в гол Превращает его партнер Кого там обнимают? Наверняка ведь Мауро Икарди Седьмой гол Восьми матчах нынешнего сезона Заби... Оффсайда нет Какой пас отдает Антопа Ложился в борьбе с двумя защитниками Милана Мауро Икарди Шансов, посмотрите Здесь сантиметры могли Выдающийся пас Антонио Кандреевы И хуже чем справа Несколько минут назад Иван Перешич Против Барини Перешич Входит в штрафную площадь Мяч под правой И бьет Перешич Подставляет ногу Матео Мусакио Бон Авентура И что? Все-таки фол Со стороны Шкринера Нет, все-таки Рикардо Родригес Подача неплохая И Мауро Икарди С этим все в полном порядке Отбрасывает он мяч назад И удар поворотом Наносит Перешич Попадание кадровой перекладки И считается Удар Икарди Но прямо во вратаря Здесь, конечно, Антонио Донарума был обязан Вроде игроков Милана Рядом с ними было больше Но все равно Момент Уинтера Весину бьет И точно в руки Джан-Луиджи Донарумы Теси Хороший пас Ютона готова Бросается сопернику в ноги Еще один удар И мяч попадает в сетку С внешней стороны Леонардо Банучи Пас вперед Франко Киси И Милан Получил свой шанс Ченсо Мантеллы Такой удар Который Ну при определенном Стечении Борхо Валера Забрасывает мяч Вперед И Иван Перешич Как будто бы Специально решил Его пропустить Но Может быть понимал Что первый тайм На этом и завершится 1-0 В Миланском дерби В главном матче Восьмого тура Итальянской серии А после гола Мауро Икарди Интер Обыгрывает Своего принципиального соперника И команды Отправляются на перерыв Команды Этот перерыв Вообще может стать Одним из решающих Как возвращать до 30% От покупки техники И гаджетов Лети Шопс Отдаст часть денег Тебе обратно С покупок Во всех популярных магазинах Хватит мечтать Действуй Начни экономить Прямо сейчас Ссылка в описании Внимание Что центрального полузащитника Убирает Винченцо Мантелло Под девятый Андре Силова И восьмой Сусо Первые секунды Второго тайма Показывает Что пока Весина С правой ноги Решил пробить Очень приличная дистанция По-моему больше 30 метров У Матиаса Весина Хотя попасть В плане встречи Андре Силова Удар с левой ноги В дальний угол Штанга Будет ли добивание Будет ли это Гол 1-1 Матео Мусакио Забивает Но не празднует Потому что Гол отменен В положении вне игры Матео Мусакио И это правда Действительно После того Как Косты Играл Интеру 0-2 Но сыграли В ничью Удар Поворотом Невероятные силы Милан Который Практически Не атаковал Бивает мяч Но точно на Фабио Борини Тот бьет С левой ноги И здесь Самир Ханданович Тоже с мяча За пределы поля Но это тоже Очень важная Характеристика Для Состояния Милана По ходу Второго тайма Только Вступая в борьбу За мяч Ты дальше Так настроен Родригес Передача Который Заряжен на борьбу Здесь как раз Кутроны Перехитрил Шкриньерам Мы видим Что Кутроны У него за спиной Шкриньер вообще Похоже растерялся Он уже штрафной Соперника Сусо отсюда Может и пробить Удар в дальний угол Гол 1-1 Тот мяч Который у Милана Уже никто не отберет Сусо Нужно было Винченцо Мантелли Переместить его В тройку Центральных Полузащитников Для игры Теперь Задает Тон Этетелло И вот он Сусо 1-1 Дотянула Мадонина Явно ехала Назад А вот момент Весина бьет И рядом со штангой Контратака Интера Которая могла О Еще один Прекрасный повтор Который Открыв рот Наблюдает за тем Что было И Лучано Спалетти Прекрасно понимает Что если ему удастся Забить в дерби Он пешком пойдет 50 километров Борини Подача Страфную площадь Доходит мяч До Абонавентуры Удар И в Самир Хантанович Творит маленькое чудо Под левую ногу Мяч подрабатывает Простреливает Удар Да не угол Это 2-1 Мауро Икарди Мауро Икарди Три удара в сторону Сегодня нанес И два мяча забил Сложнейший для своей команды Момент Мауро Икарди Который отобрал мяч В начале этой атаки У Лукаса Билье Угола не было Но задача У него была Намного проще Чем у Матива Милан Который Хантанович Вклад которого Тоже невероятен То, что счет этого матча Изменился В путь А забивает Мауро Икарди Бонавентура Удар по воротам Бросается Вот Игорь Ирдини В борьбе с ним Еще одна желтая карточка Линея красиво Развернулся быстро Оценил ситуацию Перевод На другой фланг Бильян Опережает Борху Валеру Бонавентура Еще один На ее штрафную площадь Пока там борьбу Пятые в свою штрафную Не вернулись Но Сусу решил пробить Рикошет Романьоли Удар выше цели Но вы знаете Не так просто Здесь было отличиться Романьоли Потому что Юту Наготому И выпадет Джоао Канцелло Вместо Антонио Кандреве На поле В футболке Интер Это было Во втором туре Когда он также В концовке матча Вышел Перерывом В целом В ходе штрафную площадь Будет Простреливать Но со второй попытки Рикошет и мяч улетает На угловой Пять игроков Интера в штрафной Теперь уже шесть Прибежал туда еще и Перешич На которого пас И был сделан И Перешич Выиграл борьбу Интересный момент Андре Силва Павио Борини По штрафную момент Удар Поворотом И Хантанович Не спас Мяч пересек линию Но в Италии Все равно Они в этом разберутся Потому что Если очень надо Можно и будет И видеоповтор Посмотреть После которого Ну да Каневак же Дотянулся Здесь еще сначала Пяткой пытался В миланском дерби То есть все равно Не отказался От своей схемы Винченцо Мантелло Он просто Пинавентуру И как раз С этой позиции Бонавентура Но это Бану Очень много добавить Павло Толиавенту Атака Интера Какой фантастический проход И передача На Икарде Дальше пас пяткой Удар И бросается Под мяч Защитник С центральной линии До линии штрафной Еще один угловой Интера в концов Удар Поворотом До Нарума В какой-то момент Показалось Что До Нарума Не контролирует То что происходит А в итоге Очень эмоционально Реагируют трибуны Потому что что Получается Пенальти Назначает Тольявенко Если он достает Желтую карточку Для одного из защитников Милана Получает ее Рикардо Родригес Который только-только Свою команду спас Как раз Пробег Удар Гол 3-2 Смотрим Кардо Родригес Нарушение правил Он руками Мячу Данилу Дамброзио Ну вот Рикардо Родригес Сначала спас Потом Пяти от поражения Удар Поворотом Леонардо Бануччи И красивый гол Есть в этом праздновании Что-то схожее с тем Что было у Лионеля Месси Давидас Антон По 21 номерам Появляется место Мауро Икарди Ну а мне сейчас Наш Замечательный редактор Роман Комин Напоминает Что последний Хэт-трик В миланском дерби Был в 2012 году Следний шанс Команды Винченцо Мантелло Нарушение Но подхватить мяч И продолжить не получилось Но тогда штрафной В этой ситуации Потому что Холл был грубым Ну и вот он Скорее всего Последний стандарт В этом матче Последний шанс Милана Как могло быть наоборот Сусо подаю Ну что Сусо делает Победа Интера Со счетом 3-2 Но такую подачу До Наруми Даже ходить Никуда не нужно было 3-2 Команда Лучано Спалетти Побеждает В миланском дерби И поднимается На второе место В турнирной таблице